Всех приветствую, с вами как всегда Седой Инвестор, сегодня у нас рубрика актуальные новости, выпуск 148. Несмотря на то, что я выкладываю каждый день ролики, информации в криптовалютном сообществе меньше не становится. Сегодня я приготовил для вас очень много интересной информации, поэтому обязательно досмотри данный ролик до конца и только потом проявляй какую-то активность. Сперва смотрим, потом лайки. Заваривайте чаек, присаживайтесь поудобней, а я побежал за кофе. И начнем сегодняшнюю рубрику с самой главной новости, из-за которой мы собственно все тут собрались. Если вы смотрите все мои ролики, то скорее всего вы помните, BNB Chain был взломан. И из-за этого было украдено огромное количество средств, но на цену актива это абсолютно никак не повлияло. И что же решила предложить нам собственно BNB Chain? BNB Chain успешно активировали хардпорк под названием Moran, который помогает восстановить и защитить инфраструктуру сети после крупного эксплойта на 100 миллионов долларов. Обновление внедрило фикс программного обеспечения, устраняющего критическую уязвимость блокчейна. После этого хардпорка разработчики проведут голосование о заморозке украденных средств на адресе хакера, сети BNB и их автожиганию. На самом деле очень правильное решение. Я не думаю то, что злоумышленник захочет вернуть эти средства. Их придется просто сжечь, если конечно же он еще их не вывел. Хотя если он смог ломануть такую мощную сеть, я думаю он знает что делает. Друзья, повторяю, никогда не забывайте про диверсификацию. Я об этом вам ежедневно говорю. Но все равно приходят люди, которые задают мне одни и те же вопросы. Пожалуйста, скажи какой-нибудь токен, который может стрельнуть в ближайшее время на 20, на 30, на 40%. Ребята, если бы хоть кто-то владел такой информацией, вы думаете она бы распространялась в свободном доступе? Вы поймите, невозможно предсказать рост актива. Можно его лишь предугадать. Благодаря техническому анализу, который очень хорошо показывает поведение толпы. Открывайте на бирже стаканчик, смотрите поглощение объемов, смотрите плотности. А также открывайте какой-нибудь сервис типа TradingView. Там очень удобно отслеживать графики. У каждого он свой. Пытайтесь найти паттерны, если умеете. И в общем следите за объемами. Это очень глубокая тема и на это уйдет колоссальное количество времени. Если интересно, в моем закрытом чате телеграм есть лекции, которые написаны лично мной. После которых ты сможешь свободно общаться на криптовалютные темы, а также полностью начнешь понимать графики. Когда заходить в сделку, а когда лучше не стоит. И вам больше никто не нужен будет. Вся информация находится там. Я ее максимально жрал, но при этом все ключевые моменты оставил. Усвоение очень простое. Если тебе интересно, пиши в личку. Мы с тобой все обсудим. Помимо лекций я также там даю рекомендации, когда заходи к криптовалюту, а когда лучше не стоит. Ну и само собой делюсь своими ордерами. В общем для меня это работа. А мы двигаемся дальше. 7 числа выходил очень интересный ролик на моем канале. Я давал рекомендации, то что стоит немножко прикупить риф. На тот момент он стоил примерно 3 цента. В общем проверяем. Ролик выходил 7 сентября. Переходим на график. Ищем эту дату. Вот она 7 сентября. Из этих отметок можно было заработать 2 икса. 100% ребята. Кто вам на ютубе дает такую информацию, тем более бесплатно. Удача это или нет, решать только тебе. Но на этот случай у меня есть еще один козырь в рукаве. 9 октября, буквально 4 дня назад, на моем канале выходил также ролик про технический анализ и рекомендации к токену Хобби. На тот момент он стоил 4 доллара 10 центов. Также переходим на график. И что мы наблюдаем. Ищем этот день, 9 октября. И что же он нам дает. 97% профита. Примерно соточка также. За 4 дня сделать 2 икса. Совпадение решайте сами. Опять информация на будущий профит. И опять бесплатно. А вы только травите меня в комментариях, то что я даю фейковую информацию, а также занимаясь мошенничеством в закрытом чате. Это конечно не всех касается. У меня безумно крутое сообщество. Мне с вами реально интересно общаться. И для этого я создал еще открытый чат в телеге. Но есть такие уникумы, которые не разобрались в моей деятельности и занимаются только хейтом. Самоутверждаться за чужой счет, это конечно не есть хорошо. И заметьте, я от вас ничего не прошу. Только лайк, только коммент. Если ты новичок, подпишись. И будешь получать вот такую информацию. В общем, все, переварили, забыли и идем дальше. Биржа Bittrex оштрафовала на 30 миллионов долларов за нарушение санкций Минфина США. Власти заявляют, что Bittrex совершала предполагаемые нарушения в период 2014 года по 2017. Как сообщил регулятор, биржа осуществляла операции с криптовалютами между попавшими под санкциями физическими лицами. Интересно с какими? Вы все прекрасно знаете. Это мы с вами. Граждане Российской Федерации. Ссорятся политики, а страдает мирное население. Bittrex не удалось помешать лицам, предположительно находящимся в Крымском регионе Украины, Кубе и ранее Судане и Сирии. Воспользоваться своей платформой для проведения транзакций в виртуальных валютах на сумму около 263 миллиона долларов США, отмечается в документе. Министерство финансов также заявили, что основываясь на информации об IP-адресах и физических адресах этих пользователей, Bittrex понимала, что они находились в юрисдикциях, на которых распространяются санкции. Ежедневно проходят, наверное, не миллионы, а миллиарды транзакций. К тому же есть VPN-ы. Как биржа сможет за этим всем следить? Сейчас ничего не стоит подключить VPN и спокойно торговать на любой площадке, если там нет регистрации с местным сотовым номером. Тогда да, тогда будет чуть посложнее. По данным Bloomberg, компания Яголабс является создателем NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club. Столкнулись с расследованием компании по ценным бумагам и биржам в СЭКС США. А друзья, те, кто не в курсе, Ape Yacht Club это на сегодняшний день самая популярная NFT-коллекция. Скучные обезьяны. Я сейчас ставлю ставку с их официальным мультиком, надеюсь, меня не забанят. И вы сразу поймете, про что речь. СЭК настаивают, что NFT можно считать ценными бумагами. Регулятор также приступает к изучению распределения токена ApeCoin. Все знают, что политические деятели и регуляторы стремятся узнать больше о новом мире Web3. Мы пытаемся работать с властями и другими участниками отрасли над созданием развивающейся экосистемы, говорят в компании. Давайте перейдем к графику. В июне месяце у меня выходил ролик, также про технический анализ и рекомендации по данному активу. И с того момента на пампе можно было заработать 145%. Очередная удача. По-другому назвать даже не могу. Вы не подумайте, что я пытаюсь таким образом как-то выпендриваться, либо завлекать вас. Но порой просто необходимо показывать все свои результаты. Потому что читая некоторые комментарии, я следил намного быстрее. И вот чтоб такие люди, а то и с хейтеры, потихонечку уходили с моего канала, либо переучивались, чего я хочу добиться намного больше. Вот мне иногда приходится показывать свои результаты. А точнее наши. Если бы вы меня не смотрели, то навряд ли я бы продолжал бы вести ютуб деятельность. Я прекрасно понимаю, как думают люди. Скорее всего, у вас такие мысли в голове. Зачем ты этим занимаешься, когда у тебя все хорошо, у тебя есть деньги? Зачем ты ведешь ютуб деятельность? Для того, чтобы народ разводить. Ребята, на самом деле это все от одиночества. Когда я начал изучать технический анализ, углубляться в всю эту криптовалютную деятельность. Через некоторое время я вообще не смог разговаривать со своими друзьями. У меня действительно был период, когда я их вообще перестал понимать. Я понял для себя одно. Когда вы начинаете в какой-то деятельности развиваться, вы максимально отдаляетесь от своих близких друзей. И этого на самом деле можно было избежать. Если бы я делился своей информацией со своими друзьями, точнее знаниями. Но прошло слишком много времени, и я понял то, что меня окружает лишь одиночество. И теперь вы мои друзья. Хотите вы этого или нет. Но я буду снимать ролики каждый день, пока мне не обрубят интернет. Двигаемся дальше. Компания 21Shares запустила физически обеспеченный биржевой биткоин, продукт ETP, на Носкват Дубае. ОАЭ и совет по сотрудничеству Персидского залива является рынком большой стратегической важности для нашей деятельности. И мы приветствуем возможность, которую предоставляет для нас этот рынок. Сказал шрифт Эль Хадад, руководитель 21Shares по Ближнему Востоку. Эта компания в настоящее время предлагает более 46 продуктов, зарегистрированных на 12 биржах в 7 разных странах. Мне интересно, что означает биткоин продукт. По идее, биткоин продукт можно назвать hard fork, когда ты выпускаешь новый актив на старом блокчейне. Очередной взлом в криптовалютном сообществе. Неизвестный взломал DeFi платформу Manga на базе Solana и вывел с нее более 100 миллионов долларов. Хакер внес залог на 5 миллионов долларов в USDC, а затем открыл маржинальную ломговую позицию, которая увеличила цену токена MNGO с 3 центов до 35 центов. Соответственно, выросла и залоговая стоимость аккаунтов злоумышленника. Он, в свою очередь, использовал эти средства для того, чтобы взять еще больше займ на 114 миллионов долларов и вывел его на свой кошелек. Однако, позже неизвестный вышел на связь и предложил сделку. Хакер сказал, что он готов вернуть часть активов, если казначейство Manga потратит 70 миллионов долларов на выплату безнадежных долгов. Но на самом деле, я бы не сказал то, что это взлом. Это, скорее всего, фича. Это даже проблема не злоумышленника, а большая проблема самой площадки. Этот человек не пользовался никаким посторонним программным обеспечением. Он всего лишь воспользовался уязвимостью данной платформы. Но тут сложная ситуация. Кто виноват, кто прав, они сами решат, я думаю. В индийском городе Ферру Забад разработан веб-портал на блокчейне Polygon для оформления заявлений о преступлениях. А вот здесь уже интересно. С помощью этого сервиса люди смогут редактировать жалобы, которые работники полиции не смогут удалять или редактировать. Как сообщается на сайте инициативы, все местные полицейские участки получили специальный QR-код, с помощью которого можно подать такое электронное заявление. Соучредитель Polygon заявил, что данный шаг поможет сдержать коррупцию в индийской системе уголовного правосудия и поможет потерпевшим добиться правосудия. И кстати, маленькая пасхалочка. Вот этот черепок является лого ApeCoin. К чему они сюда его присобачили, я даже понятия не имею. Если мы перейдем на CoinMarketCap, то наблюдаем. ApeCoin имеет лишь один контракт. Эфириум. Как он связан с Polygonом, понятия не имею. Кстати, пока не забыл, вчера токен RIF был залезтен на биржу Max Global, торговая пара RIF-USDT. Я думаю, этот токен покажет просто колоссальный рост. А стоит покупать данный токен или нет, я расскажу в своем закрытом чате Телеграм. Как тебе такой формат? Если зашел, то теперь можешь поставить лайк, а также оставить какой-нибудь комментарий. Отвечаю абсолютно всем. Ребята, не паримся. Держим крипту, ни в коем случае не продаем в минус, только в плюс. К тому же сегодня выйдут свежие данные по инфляции США, благодаря которым можно будет делать какие-то движения. Но об этом уже завтра. Субтитры создавал DimaTorzok